Привет, меня зовут Николай Осипов. Люди знают меня как человека, который занимается тем, что помогает нашим ребятам, талантливым спортсменам в том числе, ну и просто желающим поменять что-то в своей жизни. Совершить, может быть, тот самый главный шаг в своей жизни — взять и уехать в Америку, попробовать себя там реализовать как человек, как спортсмен, и дотянуться до той мечты, которая где-то у них до сих пор витает еще в голове. История моего, скажем так, занятия тем, что я делаю сейчас, оказалась до банальности проста, когда я сам, будучи ребенком, столкнулся с той ситуацией, что мне пришлось выбирать. Выбирать между профессиональным спортом или возможностью им заниматься и тем, что мне посоветовала мама. Посоветовала мама, потому что это был единственный человек, родитель в моей жизни, мнению которого я прислушивался, наверное, с минимальными сомнениями в ее правоте. У меня вообще немного разговоров было с родителями. Ну почему я все время говорю родители? Потому что у меня была бабушка, тетя, дедушка, то есть очень много людей меня окружало, любила и растила. И вот у меня очень мало было разговоров с ними по душам, потому что я как-то все время старался их постоянно обезопасить от каких-то своих проблем. Для меня это было очень важно, потому что их проблем в жизни было много, и я бы хотел со своей стороны минимизировать те проблемы, которые бы еще и от меня к ним наваливались. И вот в моменте мама на кухне говорит, нам надо поговорить. Ну как в кино, да? Она мне говорит, знаешь, нам надо делать выбор. Будешь ли ты продолжать учиться в нашей школе около дома или же ты будешь переводиться в спортшколу? Я говорю, а что за выбор? Почему, если до этого у меня все время так получалось? Почему сейчас нельзя? Она говорит, дело в том, что у тебя начинаются тренировки два раза в день. Ты не сможешь совмещать, это невозможно. И вообще тренер сказал, что мы сделали выбор. Для нее еще аргументом был то, что там не было предметов, физика. Она говорит, как ты в девятом классе, в восьмом классе будешь без физики? Ты же не сможешь стать нормальным человеком? Я говорю, мам, ну неужели нельзя найти компромисс? Мы столько лет умудрялись так, чтобы было. Я уже большой, я же могу сам ездить на тренировки, не надо меня возить, все. Всех, получается, все могут. Она говорит, ты знаешь, нет, это не получится. Ультиматум либо так, либо так. И у меня мама, она очень эмоциональный человек. То есть она загорается очень быстро, потухает очень медленно. Но она никогда не показывала эмоции какой-то слабости женской. И вот в этот момент, когда я понимаю, что у нее уже слезы на глазах, в том смысле, что она понимает, что рушится что-то мое маленькое такое сокровенное внутри меня, потому что я жил футболом, и это, ну, как бы даже не обсуждалось. Я понимаю, что она это, ну, она это чувствует, я и сейчас сам это чувствую, да, там, по внутреннему какому-то напряжению. Вот ощущение того, насколько тяжело все давалось там родителям, маме, в частности, потому что, в общем-то, я безотцовщина. Я максимально ценил тот труд, который она на меня, ну, можно сказать, тратил или то, как тяжело все доставалось. И в моменте, когда тебе там 14 лет, ты понимаешь, что, в общем-то, ну, мама не молодеет, да, и мама не ты, мама не может поймать современные какие-то там биения, течения. Мама вкладывала тебе в голову, что, в общем-то, образование – это единственный шанс стать успешным человеком, а спорт тогда не позволял быть, там, не знаю, суперзнаменитостью, суперсостоятельным, супербогатым человеком, который способен был бы всю семью каким-то образом там содержать последствия, то, в общем-то, у меня и вариантов не оставалось, как понять, поверить маме в том, что она полностью права, а я, в общем-то, должен идти по тому пути, который она мне советует. И более того, я действительно очень хорошо учился, мне очень-то хорошо давалась учеба, и я понимал, что там, где мне все дается легче и проще, наверное, может быть, в этом мой талант, я не стал спорить. Я не стал спорить, я согласился, и мне пришлось внутри самого себя тушить те переживания, которые у меня были. Я закончил школу с медалью, как бы тяжело это ни было, потому что я, будучи уже спортивно закаленным, был хулиган-негодяй, ну, вот, с ужасным поведением, и, знаете, как говорят, пятерка по математике, двойка за поведение. Вот эта история была про меня. Я поступил в университет. За период обучения я стал студентом года, диплом с отличием. Я остался в университете преподавать. Продолжал играть футбол уже в университете за университетскую команду. Потом я познакомился с ребятами, кто занимался агентской деятельностью. То есть это настоящие профессиональные футбольные агенты, кто работает, и чьи футболисты играют и в сборной России, и в «Спартаке», и в «Зените», и в «Локомотиве». Так получилось, что мой друг, с кем я вырос во дворе, чтобы вы понимали, мне 35, а я его знаю 7 лет. Этот парень, который приехал из Армении, убежав от карабахского конфликта, ну, он был таким моим постоянным соперником, потому что он очень классно реально играл в футбол, и мы во дворе, вот это детское соперничество. И в моменте лет, наверное, спустя так, ну, может быть, 20 я его встречаю в Москве в одном из кафе. И я спрошу, а что ты делаешь? Я тебя не видел в тысячу лет. Он говорит, а я сейчас в Китае. Я в Китае, и я там тренирую. Я говорю, а как ты туда попал вообще? Как ты, армянин? Ты попал в Китай? Что ты вообще? Ну, где ты, где профессиональный футбол? Он говорит, ты знаешь, я когда понял, что у меня, ну, из-за травм карьера закончилась, я пошел учиться на тренера. Он отучился, получил лицензию, и ему написали на почту из Манчестер-Сити. Приезжайте к нам в Китай. Мы хотим открыть здесь академию, нам нужны молодые таланты, кадры. Он приехал. Мне хватило, наверное, вечера с ним, чтобы понять, что это круто. На следующий день я могу звонить, слушай, дядь, в общем-то, у меня есть идея. Я хочу там попробовать бизнес. Я хочу там взять тебя и начать вокруг тебя строить академию футбольную, детскую, которая была бы мега крутой, потому что ты знаешь Китай, я знаю детей, я знаю спорт, я знаю, как должно быть, и я еще по образованию, в общем-то, по совместительству, преподаватель маркетинга. Он говорит, давай. Прошел год, у нас академия, он мой супервайзер проекта. Ко мне подключился еще один друг, и у нас теперь баскетбольное направление. И мне уже 35. В этот момент я понимаю, что в Китае это бизнес, а хочется что-то еще и для души, потому что за весь этот период, скажем так, взросления у меня появилось так много друзей, кто уже просто счастлив, занимаясь тем делом, которое приносит ему, ну и в том числе деньги. Наверное, это то, к чему приходишь со временем, каждый в своем возрасте. И вот единственная страна, в которой это возможно, не знаю, к сожалению или к счастью, но это оказалась Америка. Потому что система спорта, система детского спорта, она на порядок отличается от того, что видим мы здесь мы, и что позволяет нам там сейчас дать детям возможность стать теми, кем они хотят быть. Футболистом, баскетболистом, американских футболистом. Мы не помогаем людям просто, не знаю, поменять место жительства или получить какое-то там дополнительное образование. Мы помогаем людям реализовать себя, если речь идет о спорте, то реализовать себя именно там, где, наверное, наименьшее количество проблем, препонов, каких-то бюрократических барьеров и, не знаю, различного рода рычкований мешают им добиться того, что они хотели бы получить. Эта история не только про добрые дела, она, конечно, еще и про бизнес. Это, наверное, одно из немногих дел, которое позволяет мне быть по-настоящему самим собой в разговоре с ребятами, в разговоре с их родителями, где мне это позволяет быть самим собой в желании и, опять-таки, это не секрет для них, чтобы эта бизнес-модель заработала. Это возможность мне помочь и увидеть результаты своих действий на протяжении многих лет жизни людей, которым, надеюсь, вместе с моей помощью все-таки получится достичь тех желаний, тех мечт, о которых они говорили. Бывает что-то недоделанное в детстве или недополученное в детстве, что может впоследствии дать тебе возможность обогатить или как-то самореализовать то, что у тебя не получилось тогда, здесь, сейчас. За последние две недели было достаточно много встреч с родителями и с детьми, которым мы помогаем уехать в Америку и заиграть футбол, баскетбол, американский футбол, неважно. В диалоге с родителями я пытаюсь им объяснить, что они настолько молодцы, они такие умницы, что верят в своих детей, что помогают им всем, чем только возможно, для того, чтобы эта мечта все-таки реализовалась. Поняв, что, наверное, может быть даже и хорошо, что и получилось у меня, я все-таки осознаю, что, ну, я тоже молодец. Молодец, потому что, не сказать, что бескорыстно, но практически за спасибо, помогая всему этому реализоваться. У каждого из нас есть некоторые точки экстремумов, при достижении которых ты либо испытываешь супер удовольствие, либо очень сильно разочаровываешься, тебе больно. Вот опускать руки, это та точка экстремума, в которой тебе очень больно. Но мы же всегда прекрасно знаем, что жизнь, она биполярная, да, что есть черное-белое, плохое-хорошее, доброе-злое. Когда ты достигаешь той точки, когда тебе очень больно, или когда тебе очень грустно, или когда тебе очень плохо, всегда надо понимать, что есть и противоположность. Понятно, что, наверное, говоря достаточно понятные всем фразы, я просто лишний раз пытаюсь напомнить каждому о том, что кроме всего плохого, что с нами происходит, бывает хорошее. Повторюсь, банальность, произнесенная мной сейчас, она не открывает глаза никому на что новое, но она заставляет, и к чему я призываю, заставляет вспомнить что-то хорошее, когда ты оказываешься в какой-то нехорошей, плохой ситуации. Вот тебе плохо, ты такой думаешь, ну как же мне руки не опустить, мне же так больно, мне же так тяжело, мне же так не хочется. Я понимаю, что, говоря, что есть же хорошее, ты сразу встрепенулся и побежал, конечно, это нет. Но я прошу, чтобы это было, как у меня, какой-то некой догматической историей. Я всегда, какой бы ситуации ни оказался, насколько бы мне не было тяжело, больно, плохо и неприятно, я всегда понимаю, что у меня были вещи гораздо лучше, у меня были вещи гораздо круче, у меня было намного чаще классно, чем плохо. И опустив руки единожды, не факт, что тебе не придется этого сделать еще и еще и еще. А вот поднять их как минимум на один раз больше на тебе предстоит. Вот это надо знать. У меня вот есть очень хороший пример. Мы играем в футбол с друзьями в Лужниках каждую среду. И к нам приезжает играть парень на воротах. Он работает официантом в Чехане. Он закончил Академию Краснодар. Это одна из лучших академий в России футбольных. Он вратарь. Он официантом в Чехане работает. И опять-таки говорю, я не порицаю это. Он молодец, он хоть что-то делает. Он приехал в Москву, зарабатывает деньги. Из Краснодара, футболист. Ему 19 лет. И он приезжает играть с нами в футбол просто потому, что мы не просим его платить за поле, так как, ну, понимаем все. А у него есть возможность прикоснуться к тому, что он до сих пор еще любит. Он мне опустил руки. Он остался там где-то у себя, да, на родине дома, лежа у мамки, там, на печи, если можно так выразиться, понимаешь. Он взял себя, поехал в Москву. Почему? Потому что в Москве, ну, опять-таки, сложившись стереотипом все деньги мира. Он приехал сюда, потому что здесь это проще, здесь это, наверное, больше. И он пытается сделать хоть что-то, чтобы не остаться на обочине жизни вообще, чтобы реализовать себя так, как у него сейчас получится. Никто не знает, кем он будет. Может быть, он через пять лет станет суперкрутым ресторатором. Может быть, через, там, семь лет он станет, не знаю, суперклассным тренером, когда сейчас накопит деньги на то, чтобы пойти поучиться на тренера. Может быть, он через пять лет родит троих детей и будет суперпапой, и его, ну, функционал, и его, в общем-то, скажем так, миссия будет тоже выполнена при этом. Главное, что он нашел себе силы подняться и пойти туда, где он еще ни разу не был, туда, где, возможно, есть что-то большее, чем там, где он сейчас есть, туда, где у него есть возможность реализовать себя. Если не в этой сфере, ну, не получится у него официанта в чайханье. Да бог с ним. Он может пойти в похожую историю барменом в Магадан, например. Не получится там, пойдет промоутером. Он классный парень, симпатичный, спортивный. Он будет приглашать людей на праздники, организовывать вечеринки. Чем тебе не занятие для молодежи? Может быть, он после этого станет к самым крутым каким-нибудь, я не знаю, там, владельцем ночного клуба. Да никто не знает, кем он будет. Но главное, чтобы он все время, не опуская руки, продолжал заставлять себя делать что-то, что приближает его, может быть, к какой-то новой, другой мечте. Не обязательно футбольной. Никто не знает, какой путь придется пройти моему другу из чайханы. Но я больше чем уверен, что он будет счастливым человеком по жизни. Потому что он идет вперед, и он не опускает руки. Не всегда то, кем ты хочешь быть, или то, кем ты мечтаешь быть, это единственная дорога к счастью. У кого-то дорога к счастью занимает 10 лет, у кого-то 15, у кого-то 3, у кого-то 5. Кто-то уже на ней с момента рождения. Ну, будь это спорт, или будь это музыка, или что-то еще другое, то, чем ты любишь заниматься и видишь себя в этом, в возрасте, когда еще очень много чего впереди, это все то, что тебе надо продолжать любить. Но не делать из этого, наверное, культ своей жизни. Потому что не всегда то, что ты хочешь сейчас, может не случиться завтра. Это может случиться и не завтра, а послезавтра. Но это рано или поздно произойдет. Доказательства и примеры этому гораздо больше, чем дней, которые тебе придется до этого пройти. Поэтому надо любить то дело, которое действительно приносит тебе удовольствие. Но это не значит, что надо опускать руки, если вдруг у тебя что-то здесь не получается. Я завидую и стремлюсь к тем людям, кто занимается и продолжает постоянно заниматься с этим самопознанием, самообразованием, каким-то духовным просвещением. Я по-хорошему завидую и стараюсь брать пример. То есть это вот то, чего мне действительно сейчас не хватает и то, к чему я стремлюсь, чтобы стать еще лучше, чтобы... Еще счастливее, наверное, сложно, и сказать так тоже невозможно. Ну, наверное, вот для того, чтобы стать все-таки действительно лучше. И мне в этом очень сильно везет. Надеюсь, везет так же, как и здесь присутствующим. Так же, как везет моим друзьям со мной. Я очень надеюсь, что так же везет, как и везет людям, кто посмотрел эту историю про меня. И, может быть, им я чем-то смог быть полезен. Вы на канале. Люби то, что делаешь. И у вас все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!